Здравствуйте, это новости Дагестана. Меня зовут Хатима Баталибова. И вот главная тема выпуска. Дальше терпеть было невозможно, поэтому мы начали думать, как изменить. Изучив опыт других городов, поняв, что первый вопрос в урбанистике это не расширение дорог и провоцировать спрос, а именно заложение проезжей части, создание шикан и так далее, для того, чтобы сделать комфортное пространство для пешеходов. Прогулялись по Каркмасово. Как оценили федеральные эксперты качество выполненных работ в центре Махачкалы, расскажем через минуту. Соседская республика, и мы на протяжении многих веков всегда жили бок о бок, взаимодействовали, сотрудничали друг с другом. Вместе разделяли наши трудности, вместе разделяли наши радости. Почему на Дагестане? Наверное, ответ очевиден. Здесь самый многонациональный субъект Российской Федерации, где столько коренных народов проживает в мире согласия, и при этом это происходит веками. От Калмыкии до Африки. В Дагестане стартовал 9-й международный межрелигиозный молодежный форум. Как вам, друзья? Красота, правда? Где вы что-то такое увидите? Поедем-поедим в Дагестане. Для чего итальянский повар Федерико Арнальди вновь приехал в республику, узнаем сегодня в выпуске. Реконструкция улицы Каркмасова – образец комплексного подхода властей к решению проблем в создании максимального комфорта для горожан. К такому выводу пришли участники общероссийского информационно-методического семинара «Организация и безопасность дорожного движения в регионах Российской Федерации», прошедшего накануне в Махачкале. Гостям из регионов России, среди которых специалисты в сфере организации и безопасности дорожного движения, организовали экскурсию по университетской площади до сквера в имени Фазу Алиева и борцам революции. Улица Каркмасова у нас была выбрана не просто так. Парк Ленинского комсомола – это одна из основных точек протяжения в городе, где массово гуляют наши горожане. Он у нас включен в план благоустройства 2022-2023 года. И у нас центральная площадь по ту сторону – это там то общественное пространство, которое мы преобразовали в 2019 году, изменили административную функцию площади в общественную и сегодня там тоже гуляют горожане. Улица Каркмасова является связующим звеном. Было принято решение создать пешеходно-ориентированную улицу для перемещения наших горожан. Это часть нашего пешеходного каркаса. Мы будем его продолжать дальше в исторический центр и уже к выходу к набережной. Проект был реализован за счет компиляции программ. У нас 5 разных источников финансирования – это федеральные средства, республиканские и муниципальные программы. Плюс были внебюджетные средства – это наши ресурсы, снабжающие организации, которые принимали участие до самой реконструкции. Сейчас у нас находится проект реконструкции на стадии завершения. Порядком 10% работы осталось. Это установка малых архитектурных форм и небольшие недочеты. По словам мэра столицы республики Салмана Дадаева, ознакомительной прогулкой федеральные эксперты остались довольны. Университетская площадь, в которой вы идете, полностью была запаркована транспортом. Вам ребята фотографии могут показать. Показали. Да. И точно так же у нас есть здесь свой центральный универсальный магазин. Перед ним тоже невозможно было проехать, потому что весь общественный транспорт так или иначе проходит через эту точку. И также в связи с нахождением центрального рынка большое количество населения стремится сюда. Причем, как правило, не махачкарнинцы, это приезжие. Дальше терпеть было невозможно, поэтому мы начали думать, как изменить. Изучив опыт других городов, поняв, что первый класс урбанистики – это не расширение дорог и провоцировать спрос, а именно заужение проезжей части, создание шикан и так далее, для того, чтобы сделать комфортное пространство для пешеходов. Какое-то количество гаражам будет недовольно, но пешеходы, конечно, получат отвоеванное пространство и совершенно иную пешеходную зону. Напомним, что в семинаре приняли участие специалисты из более чем 40 регионов страны. Это представители федеральных ведомств и профильных служб, ответственных за развитие дорожно-транспортной инфраструктуры и других сфер деятельности муниципалитетов. Учащиеся Дагестанского медколледжа имени Аскерханова проголосовали за благоустройство общественных территорий. На встрече работники администрации Махачкалы объяснили, что приведение в порядок городских локаций зависит от каждого жителя столицы. Студенты были рады возможности выбрать место, где, по их мнению, должна быть реконструкция. Я считаю, что это огромный прорыв, то, что мы можем голосовать дистанционно, потому что это намного облегчает возможность голосования. И я считаю, что это нам очень важно, потому что каждый человек, проходя в городе, он видит какие-то участки города, которые он хотел бы изменить. И вот как раз-таки рейтинговое голосование, оно помогает, потому что каждый человек, каждый голос важен. И мне кажется, голосование важно среди студентов тоже, те, кто живут в городе, те, кто временно находятся, потому что каждый хочет видеть город красивым. Мне нужно относиться к этому халатно, потому что, как я уже говорила, повторюсь, голос важен. И действительно, если есть возможность изменить город к лучшему, почему бы и нет. Выбрать локацию предлагается в нескольких вариантах. Помимо прямого голосования на сайте 05.городсреда.ру, горожане могут проголосовать и с помощью волонтера в общественных местах. Для этого всего лишь нужно взять с собой мобильный телефон с доступом в интернет и следовать инструкции. В Махачкале для этого в общественном транспорте установлены щиты и буклеты с активным QR-кодом. От Калмыкии до Африки. В Кайтакском районе стартовал 9-й международный межрелигиозный молодежный форум, где приняли участие делегации из разных регионов России и даже зарубежных стран. В программу мероприятия включены дискуссионные площадки, различные акции, конференции и экскурсии в Дербент. Подробности в сюжете по Тимат Ханаповой. Горизонты форума расширяются. В этом году впервые за 9 лет площадку посетила делегации соседней Калмыкии. Ранее здесь собирались представители только трех религий – ислама, христианства и иудаизма. Теперь в межрелигиозном диалоге будут участвовать и буддисты. Соседская республика и мы на протяжении многих веков всегда жили бок о бок, взаимодействовали, сотрудничали друг с другом. Вместе разделяли наши трудности, вместе разделяли наши радости. Поэтому мы очень рады присутствовать на таком крупном мероприятии. Если же представители буддийского духовенства становятся участниками впервые, то Руслан Эльканаев посещает площадку каждый год и знакомит участников с еврейской культурой. Говорит, программа форума раз за разом становится насыщеннее и качественнее. Действительно, основная цель форума – консолидация межнационального диалога. Она действительно осуществляется. И чем больше молодых ребят принимают в нем участие, тем больше они узнают о конфессии друг у друга, и тем больше они дружат, что самое главное. Встречи с экспертами, тренинги и мастер-классы. Помимо этого участников ждут спортивные и интеллектуальные игры, а также поездка в Дербент. Не менее важная, кстати, это коммуникации, которые у них останутся после того, как завершится форум. То есть они будут дружить друг с другом, они будут рассказывать все то, что здесь они увидели, то, что здесь они познали своим друзьям. Почему в Дагестане? Наверное, ответ очевиден. Здесь самый многонациональный субъект Российской Федерации, где столько коренных народов проживает в мире согласия, и при этом это происходит веками. Это не только, не столько, вернее, наши заслуги, это заслуга наших предков, а мы только сохраняем и передаем другим поколениям. Ну и здесь зародились все, как известно, основные религии Российской Федерации. И именно поэтому вот этот форум зародился здесь. И мы не теряем надежды, чтобы он был обязательно всероссийским с точки зрения, у нас там международный форум, с точки зрения, что не мы приглашали там с разных регионов, там выборочно, а чтобы все регионы Российской Федерации приезжали одновременно здесь, а для этого нужна у нас федеральная поддержка. Уверен, что он и станет той площадкой, потому что отзывы тех, которые пребывают здесь, и все новых, и новых экспертов, и участников, говорят только о положительном, о необходимом, о востребованном. Познавать друг друга и избавиться от стереотипа – важной задачи форума. Организации отмечают, несмотря на различия, у всех религиозных конфессий есть общая цель – стремление к сохранению мира и укреплению нравственности в обществе. Это их и объединяет. Такие события происходят и в мире, и на Украине. Мы все переживаем. Мы видим, что тот цивилизованный мир, который говорил, что они объединены какими-то ценностями, почему-то вокруг них проливается кровь, почему-то там неурядицы, почему-то они решили, что они носители истины. А эту истину Бог дал каждому из нас. Она открыта в Священном Писании. У нас разное представление о Боге, но единые ценности и заповеди, которые Он нам всегда дал. И поэтому форумы призваны к тому, чтобы мы увидели эти ценности и осознали, вокруг чего нам необходимо объединяться. На торжественном открытии выступили представители власти и духовные лидеры всех конфессий. И все в один голос говорят – религия несет в массы только добро. В таком общении только можно обогащаться за счет друг друга. Всевышний так и говорит в Коране – я вас сотворил племенами и народами для того, чтобы вы друг друга познавали, чтобы вы узнавали. А узнавать для чего? Для того, чтобы получить взаимную пользу. Шесть дней и более 160 участников, которые пройдут образовательную программу на свежем воздухе в лагере «Огойнёк». Организаторы говорят – в целом программа форума должна охватить более тысячи молодых людей. Будут проведены и выездные встречи со студентами семи колледжей. Максимат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Кайтакский район. Средней общеобразовательной школе номер 20 в поселке Альбурикент присвоили имя Героя России Тулпара Мусалаева. Мусалаев – выпускник Казанского высшего военного командного училища. В августе 2014 года при выполнении спецзадания, после того, как был ранен командир батальона, Тулпар принял командование на себя. В ходе боя возглавляемое им подразделение нанесло противнику огромные потери. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, капитану было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали «Золотая звезда». В мае 2016 года погиб в автокатастрофе в Южной Осетии, когда перевернулся автобус с офицерами. На торжественной церемонии присутствовали представители мэрии Махачкалы, педагогический коллектив школы и родственники их героя. Итальянский профессиональный повар Федерико Арнальди вновь в Дагестане, сообщает Минтуризма региона. Как вам, друзья? Красота, правда? Где вы что-то такое увидите? Такое. И на этот раз не только, чтобы приготовить блюда национальной кухни, но и побывать в примечательных местах, которые он не успел посетить в прошлый раз. Древний Дербент, Старый Гор, Сулакский каньон, Салтинский водопад – это далеко не полный список локаций, где ведущего популярной программы «Поедем, поедим» ждут приятные встречи и сюрпризы. Тяжелоатлет Бувайсар Белиев стал лучшим на спартакиаде учащихся в Москве. Золото всероссийских соревнований дагестанский штангист выиграл в весе до 61 килограмма. Его результат в рывке – 92 килограмма, а в толчке – 115. Бувайсару Белееву 15 лет. В феврале этого года Хасавюртовец впервые в спортивной карьере одержал победу на юношеском первенстве России. Также он был третьим на первенстве Европы. Дагестанские вольники занесли в свой актив еще шесть медалей студенческого первенства России. Соревнования проходят в эти дни в подмосковном Солнечногорске. Во второй день турнира воспитанники спортшколы Республики завоевали одну золотую награду. Ее обладателем стал Магомед Магомаев. Ему не нашлось равных в категории до 79 килограммов. Кроме того, в активе команды еще два серебра и три бронзы. Напомним, что в первый день турнира дагестанские борцы также выиграли одну золотую медаль. Первым в споре тяжеловесов стал Гамзат Алижудинов. Победители турнира получат право участия на июньском чемпионате России в Туве. Хабиб Нурмагомедов проведет третий турнир своей лиги в США. Бойцовское шоу Eagles FC состоится в ночь на 21 мая в Майами. В главном бою вечера встретятся ветераны UFC – тяжеловесы Джуниор Дос Сантос и Йорган де Кастро. Также в программе турнира два боя с участием дагестанцев. В октагон войдут экс-чемпион Fight Nights Ахмед Алиев и одноклубник Хабиба Ислам Мамедов. Их оппонентами станут американцы Даррел Хорчер и Зак Зей. Всего в этот вечер запланировано 11 поединков. И на этом у нас все. Смотрите нас также в социальных сетях ВКонтакте и Яндекс.Зен. Всего доброго, до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»